Город Туркестан, как новый кластер с таким страапом, выступил сегодня академик и лауреат госпремии Розалы Сабден. Он предлагает за 10 лет превратить Малую Мекку в духовно-технологическую столицу цивилизации и центр евразийской интеграции. Все это поможет прославиться не только Казахстану. По подсчетам ученого, проект обойдется как минимум в 8 миллиардов долларов. На что именно их собирается потратить, академик рассказал Аиде Мурзановой. Новый Туркестан, объединяя Запад и Восток, привлекая потенциальные возможности великого шелкового пути, станет вековым духовным центром. Президент Союза ученых страны и лауреат госпремии Розалы Сабден, согласно статусу, мыслит макрогуманистическими категориями. Новый Туркестан, выйдя из зоны влияния одного государства, превратится в евразийский интеграционный центр. Вместо сосредоточения духовных ценностей множеств стран. Этот научный актив призывает государство назначить духовной столицей континента Туркестан. Для этого нужно сочинить, принять особый закон о статусе Туркестана, прописать там думк и весь научно-технологический потенциал страны. На языке технократов это будет называться просто и понятно каждому – духовно-технологические кластеры в Разии. По словам муфтия Канагата Кажиджюсенбаева, если верховный имам прикажет, то он хоть сейчас готов перебраться в Малую Мекку. Мы эту идею полностью поддерживаем. Думаете, почему? Потому что Туркестан станет центром тюркского народа? Дай Аллах, если там откроют Медресе, и там можно будет получать образование. Это поможет нам не заблудиться в жизни. Инициативу ученым сегодня поддержал и мыслитель Нурлана Меркулов. Не смущает его даже смета-мегапроекта. От 8 до 30 миллиардов долларов США. Гигантские деньги крутятся, разворовываются, вывозятся. И в условиях такой коррумпированной системы это как бы не самый плохой проект. Хоть что-то останется, понимаете, не будет вывезти за границу. Сами инициаторы невиданного миром кластера говорят, что, цитирую, все это даст новый импульс к духовно-технологическому развитию страны, а также повышению международного авторитета Казахстана, президента и его вклада в мировую цивилизацию в условиях неустойчивости и кризиса. Айды Мурзанова, Асана Милов, Аматы, Казахстан.